И вот, пожалуйста, дальше. Я вот это коротко. Когда-то это все будет уже в настоящем. Не вот это в дебильном учебнике, где даже из десяти слов непонятных. А просто учебник должен. Когда-то, может быть, все-таки. Ну, мне хоть кто бы намекнул там из сильных мер и всего, что это надо. Я бы начал составлять. Раздельные классы сделал, допустим, для мальчика и девочек. Ну, хотя бы 10-11. Так, хотя бы. И, наверное, там в биологии бы началась эта самая. В начале физиология человека. Вот. Вот тут, да, работает сердце. А потом так. Сперва, как работает. Сколько литров крови перекачивает. Какое давление. Почему он имеет два давления. Артериальное и венозное. Вот. А то люди даже не знают, когда меряют его. А потом самое интересное начинается. А пейте воду, говорит этот самый, как он. Сейчас мы уже почти заканчиваем. Осталось 30 минут. Я немножко отклоняюсь, но это тоже надо знать. Пейте больше воды. Помните? А воду-то прокачивает сердце. А если вы постоянно будете пить на 10% Это же насос. У него есть определенный, у нас в сердце есть запас прочности. Оно рассчитано, допустим, до 100 лет. Но когда вы будете к пятому литру добавлять шестой и постоянно пить, пить, как многие пьют по привычке, многие пьют по инерции. Без необходимости. Не когда жажда, а когда необходимость. Или нажраться селедки, а потом пить, пить, пить. И когда она прокачает тонны лишней воды, оно что, до 100 лет оживет? Но это в школе надо изучать, вы понимаете? Вот. В школе. И вот получается, что сейчас я рассказываю про деревья. Про плодовые деревья. Это должна быть уже учебник для этого. А я параллельно говорю, надо бы с людей начинать. А когда люди изучат, допустим, строение организма девочки, девичьего организма. Так. Ну, соответственно, возраст там 14-15 лет. А потом, как на это подействует сигарета от самого особого. А как же, без этого-то нельзя. Дурочек отучать надо. Вот. А ходят эти дурочки потом, когда они напьются. И когда их по пяной лавочке трахнут. Потом, чтобы у них вынимали. Они же не пойдут после этого на рожатие ребенка. Вот. Это все в школе должно проходить. И примерно то же самое. Заметьте. Вот посмотрите. Я даже сам сразу не понял. Я сейчас опять возвращаюсь к деревьям. Там отдельная тема. Страшная, тяжелая тема. Потому что детей учат. Маугли из них делают. Настоящих Маугли. А здесь получается. Ведь, когда я вот это сделал, я только говорю, какие у меня тут злые слова. Атака, короткий век, смертельные, затраты. Это тоже важно. Яды. И ведь, понимаете, вот это все обрушилось на наши сады. И где? В холодной России. В холоднючей России. Вот. Это то же самое. Человек начитает пальцы отрезать. А потом говоришь, ничего страшного. Сейчас мы тебе отрезали пальцы. Зато мы тебя капитально прижгем. Остановим кровь. Прижгем. Вот. И бинты будут самые лучшие. И эти самые все прекрасные. Вот. Вам это надо или вам палец нужен? А они-то как? Вот берем, отрезаем. И мы вам уже приготовили эту живицу. Оно так залечивает. А в голову не приходит, зачем было резать. И вот получается, смотрите. Все, что вот этот человек на 8 пунктах написал, его сопровождает следующее. Еще раз говорю. Ребята, кто-то слышал. Новички обязательно есть. Но. Может быть. У них тоже мозг взорвется. Но в лучшую сторону. По крайней мере. Пусть. То есть только соотношение 1000 к 1. У меня вот это зло берет. Смотрите. Итак. Вот то, что он сотворил. Его заставит дурака молиться. То есть если бы он свои эти. Вот там человек, который. У него 5 груш он пишет. Я теперь грамотный. Я теперь буду правильно и калечен. Ну, выше вот. Комментарии. Смотрите. Я собрал практически все. Ну, что-то мог забыть. Итак. Страшные раны. Открытые. Незаживающие дыры в коре. Так. Открытые. Подчеркиваю. Незаживающие. Уточняю. Даже. Калуск. Я вам покажется. Затяну. Он не морозостойк. Только об этом забывают писать. Проникновение главного врага. Мороза. Вот. Я всегда говорю как. Вот когда вот это все делают. Я опять чуть-чуть отклонился. Нет. Это все по теме. Значит. Попав. С Бельгии. Это же самое. Ресная красавица. В Сибирь. Ну, не сразу. Там. Поэтапно. Так. Естественно. Что дерево всегда будет сморозобойным. Абрикосы у меня все избиты. Морозобойные. Чтобы. Еще пораньше. Это есть отдельная тема. Побыстрее плодоношения. Учат калечить дерево. Именно калечить. Прямо смысле. То есть. Обрезка приближает плодоношение. Обрезка приближает плодоношение. Ее приближает и сама приливка. Это понятно. Потому что приливка. Обрезка. Это же одно и то же. Вот. И. Обрезка. А я говорю. Не надо. Делать искусственное приближение плодоношение. Сделала природа. Она. Настолько. Избила. Морозами. Кору. Любого. Дерева. Любого. Может быть. Кроме Сибирки. Которая тут же растет. Миллионы лет. Вот. Или Уссурики. Которая тоже. Относится к северным. Этим. Самым. Эндемиком. Остальное это все с юга. Избит мороз. Не нужно приближать плодоношение с секатором. Но плодоношение это отдельно. Идем дальше. Что и вы предложили на 8 пунктах. Ослабление иммунитета. Скажите что это не так. Дальше идет. Атака гусениц. Тли. Жуков. На деревьях. Которая у меня нет. Годами. Десятилетиями. Ни одной тлинки. Ни одной дырочки. Я когда-то не наросся. Когда фильм снимали с этим. С телевидением. Одну дырочку начали. Как они на дно издевались. А я не стал стирать с этого. Фильм. Пусть вот она действительно. Что подставили меня. Когда там 10 муравейников. Этих нет. А это все. Телевидение снимало. Показано на экране. Я тут ни при чем. Я говорю. Мне нету дырочек. Любуйтесь. Нашли одно. А теперь представляете что будет. Когда вот это вот. Когда вот эти 8 пунктов. Это даже там. Где они должны умереть. Гусеницы должны отравиться. Тля должны отравиться. Жуки должны отравиться. И от тех которые остались живы. За километр. Ну вру. За 3 метра. Обходить. И искать другую себе. Жертву. Изувеченную секатором. А здесь то. Получается что. Да. Гусеницы появятся на ком угодно. Для витоков. Почему? Возвращаясь к ослаблению иммунитета. Вот. Дальше. Хрупкая древесина. Стоит только. Понаделать этих ран. На штамбе. На скелетных ветках. Все. Дерево обречено. Первый же ураганный ветер. По всей стране. Миллионы падают. И никто это не связывает с тем. Что отрезая ветки. Получаем хрупкую древесину. Этой хрупкости не видит никто. Один я патологонатом. Ну теперь и вы. И вот я записал. Массовый падеж. От ураганных ветров. И никто никогда. И никто никогда не сказал. Что искусственный штамп. Ослабленная хрупкая древесина. Играет роль при тем как это. Когда в городе. Да. Там прошел сурраганный ветер. Десятки сотни раздавленных машин. А они знают под какими деревьями. Под этими хрупкими. Вот. Которые калечили-калечили. Так называемые. С эти. Значит. Службы. Которые. Там есть отдельная служба. Озеленение. Или просто дебильные. Или как. Неграмотные дворники в этих жеках. Вот это есть. А потом бах. Мальчика раздавило. Женщину раздавило. Наскредит. А даже один человек. Из-за этой дупости, тикости. Лучше бы жил. Понимаете. Только потому что. В городах тоже. То же самое. Что и в садах. Дальше. Короткий век. Мутеническая жизнь и смерть. А они пишут. Продляем жизнь деревьев. Калечили. Тут уж вы сами выбирайте. А вдруг это я. А не они. Тупая смертельная работа. Вот уж действительно. Призывать смерть. Вот это тупой работа. Дальше. Затраты. Закупка ядов. На вынужденную борьбу с осиковами. Это что? Не то? А теперь что? Закупка избыточных удобрений. Ох, дерево заболело. Сейчас закормим. Накормим. Накормим. Вот. Обрастание грибами. И снова тупая работа. И бесполезная работа. И даже смертельная. Потому что грибы ни при чем. Это отдельная тема. Двое точнее. Паяльные лампы. Грибы виноваты. Металлические щетки. Яда химикатов. А что кроме этого случается, когда берешь руки секатор? Безобидный такой секатор. Можем в ногти. Это даже. Хорошим секатором постричь. Отравленная почва. Вдогонку. Это уже следующий этап. Деревья. Фрукты. Люди. Уничтожение ядами. У меня тоже по пунктам. Вот же 12 пункт. Вы натворили водилок. 60 тысяч научил. Уничтожать деревья. Уничтожение ядами всей подземной. Неприкасаемой в принципе подземной инфраструктуры. Бактерии, червей, грибов, муравьев. И муравьев. Эй, начальник. Это я к Минпросу. Там оказывается начальник и особенно подчиненные, заместители, оказываются такие же ученые, как это самое. Так. Вот что надо проходить в школах, университетах.